здравствуйте меня зовут татьяна и сегодня пригласила в нашу студию максима чтобы мы с ним поговорили о том как сделать сервисы услуги компании более понятными удобными для клиентов привет максим привет расскажи как мы проводим тестирование наших услуг перед тем как начинаем их разработку ну до разработки мы используем различные методы для того чтобы получить информацию от клиентов первое это конечно различные статистические данные мониторинг опросы второе это обратная связь непосредственно от конечного пользователя ну и третье это мы даем на ранних стадиях разработки попробовать наши новые услуги клиентам то есть до того как и начинается разработка чтобы учесть все возможные процесс разработки на самом деле если мы говорим про какие-то онлайн сервисы начинается с прототипов и когда этот прототип довольно таки в таком состоянии когда уже на нем можно что в нем можно что-то делать мы приглашаем клиентов к нам и спрашиваем у них их мнение и может ли это конкретно конкретная услуга которую мы разрабатываем решить какие-то конечные задачи пользователя расскажи как проходят тесты тесты проходят по-разному первое опять же если все зависит от стадии разработки если это на самом начальном уровне то мы непосредственно встречаемся с конечным пользователем обычно мы зовем его сюда к нам и делаем небольшое интервью чем он занимается какие его интересы что он делает и показываем новую среду и даем ему несколько таких задач которые он должен в процессе вот этого тестирования решить если процесс разработки уже находится на таком уровне что у нас есть уже какая-то реальная среда то есть не просто картинки которые вместе соединены а какой-нибудь веб среда где уже действительно можно зайти туда нужно нажимать на кнопки посмотреть что делать то такой ситуации мы с помощью писем или с помощью каких-то нибудь постов в социальных сетях даем вот этот маленький кусок большой разработки конечным пользователям чтобы они могли залогинить войти систему и уже попробовать правильно получается потому что все пользователи разные но наши услуги должны подходить любому человеку поэтому важно знать общее мнение и одно дело то как мы видим наши услуги сами внутри фирмы другое дело как их видит конечный пользователь и как он о них понимает до что очень часто бывает что мы видим конечно наши услуги совершенно по-другому как это видит конечный пользователь и какие-то задачи которые мы хотим чтобы он решать решал бы в наших средах он вообще об этом не задумывается а есть какие-то примеры какие изменения мы сделали в последнее время ну самый яркий пример наверное это наша новая среда самообслуживания домашние услуги которая была полностью сделана исходя из потребований пользователя то есть для создания данной среды мы использовали огромное количество статистики во-первых как люди пользовались предыдущей средой почему они обращаются к нам в службу технической поддержки и на основании этих данных мы придумали абсолютно новую концепцию дизайна которую мы протестировали несколько раз на наших конечных пользователей и тестирование как раз таки проходила в несколько этапов первый этап это был исключены картинки второй этап это уже были картинки где можно было что-то нажать третий этап это уже был как раз таки вот это вот онлайн среда с со специальной ссылкой на нее куда могли попасть только люди которым мы эту ссылку дали то есть учитывая комментарий на каждом пункте в шаге можно получить в итоге продукт который подойдет любому пользователю да но это только скажем так в процессе разработки если мы говорим про среды которые уже скажем так в лайве которые мы уже люди пользуются то очень большая часть информации которую мы получаем для для дальнейшей ее оптимизации и дальнейших разработок это как раз таки обратная связь которая находится в самой среде то есть люди или пользователи которые заходят куда-то у них есть какие-то ожидания что они хотят делать приложение например или в среде самообслуживания и если они не видят или не могут это сделать либо для них это сложно либо такой функционально вообще нет вообще нет то в такой ситуации им очень просто написать нам обратную связь и это получаем во-первых люди которые связаны с руководством проектом и также вся команда разработчиков скажи а почему классно пользователю клиенту прийти и попробовать наши услуги протестировать и так далее ну потому что во первых увидеть что происходит что нового мы делаем и увидеть это раньше других и мне кажется что довольно таки интересно поучаствовать во всем этом процессе разработки и особенно когда ты видишь что то что ты предложил действительно сделали она работает так как ты хотел скажи ты бы мог посоветовать принципе любом предприятию тестировать свои услуги даже я бы посоветовал нет не только тестировать но и спрашивать обратную связь потому что с процессом развития и сред и услуг и клиентов тоже их запросы меняется и я бы даже так сказал что без вот этого начального теста и без постоянного без постоянной возможности узнать обратную связь команда которая занимается разработкой она фактически занимается этим вслепую то есть поэтому конечно если есть такая возможность то максимально много тестировать и спрашивать понятно спасибо большое максим пожалуйста спасибо вам за внимание рекомендуем вам быть смелее быть активнее давать обратные отзывы рекомендовать что-то корпорациям фирмам организации потому что люди действительно учитывают обратное мнение и могут сделать услуги для вас лучше и до встречи в следующей передаче дегитарк а